Здравствуйте, уважаемые товарищи! Передаю вам привет от двухмиллионной организации «Дети войны». А начать я хотел бы вот с чего. Со слов Льва Николаевича Толстого. Он в романе «Война и мир» сказал буквально так. «Если люди порочные, связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать то же самое». По существу Лев Николаевич Толстой более ста лет назад выразил главный пункт нашего сегодняшнего постановления Пленума. Надо объединяться. И не зря у нас был лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Потому что люди злые давно объединились, гравят нашу страну. А вот люди честные никак не могут объединиться, никак не могут найти точки соприкосновения для того, чтобы дать отпор всему этому жулью. Организация «Дети войны» – это самая большая, самая крупная организация. И она живая. Несмотря на то, что численность нашей организации не растет, просто приход и уход новых членов сегодня компенсируется. И поэтому организация у нас осталась на уровне 2 миллионов 200 тысяч человек. Но, тем не менее, это самый боевой, самый патриотический авангард. И отказываться от «Детей войны» не гоже. Я почему так говорю? Потому что не все партийные комитеты одинаково относятся к «Детям войны». А надо относиться вот так, как относится Геннадий Андреевич Зюганов. Это по его инициативе была создана организация. Но и кроме того, вот даже за сегодняшние два часа Геннадий Андреевич три раза упомянул вопрос о «Детях войны». Он никогда не забывает этого вопроса. Действительно, «Детей войны» сегодня – это самый обездоленный класс в нашей стране. А он действительно класс, потому что насчитывает 11 миллионов человек. Синдром свыкаемости – он как-то приглушил те невзгоды, которые чувствуют сегодня наши старшие поколения. Но когда начинаешь разговаривать с людьми, они говорят, «Да у меня неплохая пенсия – 15 тысяч». А что такое 15 тысяч? 15 тысяч – это содержание сидельца в тюрьме 15 511 рублей. И неужели наши дети войны не заслужили лучшей участи, чем быть просто на статусе заключенного в тюрьме? Наверное, заслужили. Наши пенсии сегодня в 12 раз меньше, чем в Евросоюзе. И даже Министерство социальной защиты высчитало, что при получении пенсии за вычетом всех обязательных платежей и налогов у пенсионера остается всего 606 тысяч рублей. Если разделить на 30, получается 200 рублей в день. На 200 рублей кормят в приюте бездомную собаку. А это дети войны, которые создали то, что сегодня захватили вот эти вот самые новориши, которые грабят страну и вывозят все из нее. Поэтому отношение к детям войны должно быть самое трепетное. Это наши люди, советские люди. Они нас поддерживают во всем. На выборах, пока мы работаем методами парламентской борьбы, это незаменимый состав людей, которые всегда голосуют за коммунистов. Есть, правда, у нас люди, которые говорят, что, ну, а иногда дети войны голосуют не так, как надо, иногда за Единую Россию. Но не отпускайте их от себя. Но держите их при себе. Но Центральный комитет дает огромные деньги для того, чтобы их хватало и на партийную работу, и на общественную, и на общественные организации. Что жалко? Ведь им ничего не надо. Они не требуют никаких денег. Они требуют только одно – заботы, внимания. Неужели сложно поздравить с праздником? Неужели сложно на 9 мая пригласить и сделать, значит, круглый стол? Значит, решить какие-то их насущные проблемы? Все это можно. Вот у нас самая крупная организация – это Московская областная. Ею руководит Наумов Александр Анатольевич. 280 тысяч детей войны. Так ведь, если заниматься этими детьми войны, то это колоссальная сила. У нас огромная организация – 230 тысяч, это Краснодарская. Там Владимир Васильевич Яковлев. На этих выборах ему квартальная из «Единой России» брызнула из баллончика в лицо. Человек пострадал. Сейчас прокуратура занимается этим вопросом. Но это люди, которые действительно что-то хотят, которые до сих пор все еще на острие борьбы. И пока мы занимаемся борьбой на парламентском уровне, мы просто обязаны проявить самую большую заботу о детях войны. Я понимаю, что партийные комитеты в большинстве своем не упускают возможности помочь детям войны. У нас на сегодняшний день в 34 регионах приняты законы о детях войны. А это немало. Это почти уже половина субъектов Российской Федерации. Еще в 34 регионах у нас приняты определенные меры социальной поддержки. У нас замечательнейшим образом работает Санкт-Петербургская организация, Ленинградская, Владимирская, Вологодская, Ставропольская, Иркутская, Хабаровская. Перечислять очень сложно. У нас практически на сегодняшний день организации есть во всех республиках и во всех областях. Нет только в Ингушетии, в Чечне. Но и на Чукотке немножко не успевают. Еще с этим вопросом. А вообще говоря, вот эта вот огромная сила, это наши главные помощники, которые нам помогут завладеть и властью, и авторитетом, потому что это наши советские люди. И в заключение я хотел бы попросить вас. Мы готовим съезд детей войны. Этот съезд, наверное, будем проводить вот в таком же режиме онлайн. Поэтому я очень попрошу партийные комитеты оказать содействие руководителям детей войны, председателям правлений, для того, чтобы организовать этот съезд и провести его на самом высоком уровне. Ну а дети войны не забудут ни коммунистов, ни все другие организации, с которыми мы вместе работаем. Потому что дети войны – это наши советские люди. Спасибо.